360 градусов – это то же самое, что ничего не имеет. Полный оборот. Что такое прямой угол? 90 градусов. Это 90 градусов, абсолютно верно. Четвёртая часть. Отлично. Что такое угол равностороннего треугольника? Кто знает? 80 градусов. Неверно? Да. Это меньше. 60 градусов. 60, молодец, а в чём? Сложение всех углов даётся 80 градусов. Абсолютно верно. Посмотрите, пожалуйста, на такую простую картинку. Существует фигура, которую, как называют? 6 уголь. Правильный 6 уголь. Из скольки углов у нас здесь состоит 360 градусов. Из 6. Значит, каждый из них сколько? 60. 60. Отлично. 60 градусов в воду в закатинке. Замечательно. Следующий простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а если проведёшь пополам потери, 4 будет сколько? 30. Отлично. А если здесь проведёшь пополам потери, сколько? 45. Бисектрисом. Совершенно верно. Называется бисектрисом. Когда угол делит пополам, называется бисектрисом. А вот теперь вам будет задача чуть-чуть посложнее. Берём прямой угол. Проводим произвольно, потому что для него лучше. И каждым из полученных углов рисуем бисектрису. Задача. Сколько здесь килограмм? Я думаю, что 45, потому что всего 90. Просто, да, а бисектриса, ну как бы это, две бисектрисы, получается половина угла. Во-первых, вы правы. Ответ действительно 45 градусов. Но объясняете вы не очень. Как это можно понятно объяснить? Ну, если поделить угол 90 градусов на 4 части и взять вето, то есть 45 градусов. Никто не сказал, что вот этот угол такой же, как этот. Вы могли провести где угодно лучше. Один угол отрезанного плюс другая половина другого угла. Да, да, да. Господа, смотрите, как можно было сделать. Обозначит вот этот угол альфа, обозначит вот этот угол бета. И тогда альфа плюс альфа плюс бета плюс бета это 90 градусов. Что это означает? Два альфа плюс два бета это 90. Значит, альфа плюс бета это что? Это 45. Отлично. Картинка, очень похожая на эльфу, встречается в огромном количестве задач. Берем две параллельные прямые и произвольную прямую, которая пересекает их обе. Обе прямые пересечены третьими. После этого делаем следующее. Здесь рисуем диссектричку. Здесь рисуем диссектричку. И здесь тоже это самое рисуем диссектричку. Смотрите, что у нас возникает. У нас возникает вот здесь вот равные углы, и вот здесь вот возникают равные углы. Задача. Пожалуйста, скажите, какой угол здесь? 90. 90. А тебе, как это доказать? Да. Что? Прямой. Прямой. 90 градусов. Прямой и 90 градусов – это одно и то же. Как это доказать? Если все углы выгибали, выгибали, то получается, что эти углы, они не будут все угрожены. Мне нужно решение задачи. Почему там углы в виде 90 градусов? Биссектриса – это лучше. А эти биссектрисы пересекаются по пандикулярно. Почему? То есть, у вас абсолютно не то право, что они пересекаются по пандикулярно. Вопрос – почему? Потому что, во-первых, они всегда будут, потому что если вы поняли черту, то тогда одна биссектриса будет... Не может положить? Да. А вы ее в титане нарисуйте, посмотрите. Надо реально взять и сделать. Так, господа, я боюсь. Что часть присутствующих не понимает даже более простую картину. Тоже чрезвычайно важна. Можете мне писать? Просто посмотрим, когда есть две параллельные прямые, и есть прямая, которая пересекает их хоббит. Пожалуйста, нарисуйте следующую штуку. Вот эти углы равны. Кто знает, как они называются? Вертикальные. Абсолютно верно. Пишем. Верти-каль-движия. Это простая, очень важная вещь. Когда у вас есть две пересекающиеся прямые, то с этой стороны угол такой же, как с этой. И, соответственно, вот этот вот угол такой же, как этот. Отлично. Пожалуйста, на этой картинке покажите еще два угла такой же величины. Внизу здесь? Да. Вверх. 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 Чуть левее. Вверх. Господа, это надо запомнить крепко-крепко. Это используется, простой соглашение, это используется при решении огромного количества задач. И только если вы это понимаете... Так, кстати, давайте вот эту величину мы обозначим буквой фи. Все вы это писали, да? Итак, фи, 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 фи. Отлично. Кто нам скажет величину вот этой буквы? Сколько это будет? Это вот если вместе, то 360 минус 2 фи. Вверх. А вот этот? 180. Абсолютно верно. 180 минус фи. Так, и вот этот такой же, правда? Да. И вот этот такой же. Да. И вот этот такой же. Да. А вот теперь будьте добры, введите вот такое значение, альфа, альфа, бета, бета. Подумайте, и у вас все получится. В центре, там они, у них так же, они противоположные, они... У нас эти самые углы. Соотношение между альфа и бета. Как применить правую картинку сюда? Сколько будет угол? Как его верить? Что выразить через альфа и бета? Кто догадается? Да? Вот угол, который я вам показал, это через альфу. Как выражаетесь? Два. Два альфа, совершенно верно. Два. Потому что вертикально. А здесь не замечательно. Замечательно. Я отмечал, что один угол так, другой угол так. Я здесь отмечал альфа вот так, бета вот так. А лучше можно никак вообще не отмечать. А просто взять и написать два бета. И все поймут, что здесь два бета? Да, вот. Два бета. Итак, какое соотношение между величинами альфа и бета? Вот здесь всего сколько? Здесь сто восемьдесят. Пишем. Два бета плюс два альфа это? Сколько? Это сто восемьдесят чего? Градусы. Отлично. Дальше. Если мы так как-то делим четыре части? Да не надо, что это четыре части. Еще два бета плюс два альфа это сто восемьдесят. Что нам нужно сказать теперь про бета и альфа? Что в сумме они пишут? Бета плюс альфа равно бета плюс альфа это девяносто. Ну а если у вас треугольник 2 было девяносто, то другой тоже девяносто. Правда я здесь сразу, ребята, я здесь посчитал бы, что вы все знаете теорему о том, какая сумма двух треугольников. А я боюсь, что все-таки кто-то ее может и не знать. А теоремия для тех крайне важна. Давайте нарисуем, потому что это действительно крайне-крайне-крайне важно. Поехали. Если есть абсолютно любой треугольник, поставим здесь какие-то углы? Альфа, будем его обозначать одной душкой. Бета, будем обозначать двумя душками. И камер будем обозначать двумя душками. Деоремия. Сумма углов треугольника сто восемьдесят градусов. Она из важнейших теорий, школьной твати. Она лишь очень простая, но используется часто-часто. Потому что если у вас, когда у вас известны два угла, нужно найти третий, встречается действительно очень часто. Тут всего чуть-чуть надо провести, и мы все скажем, что все-таки как превратить картинку с треугольником для решения вот этой задачи, как воспользоваться этой. Очень простая вещь. Пожалуйста, все нарисуйте. И запомните на всю жизнь. Простейшая штука. Провести параллельную прямую. А теперь вопрос. Этот угол, этот угол чему равен? Кто знает? Вы альфа, бета, гамма. Скажите, пожалуйста, этот угол чему равен? Он равен альфа. Он равен альфа. Абсолютно верно. А вот этот? Б. Мне сейчас нужно что-нибудь такое. О, у вас есть. У вас есть совершенно замечательный карандаш. Все видим? Да. Все видим. Видите, что у карандаша есть платья, где есть остриёк? Да. Замечательно. Следите за руками. Другой. Никакого чезаря не будет. Я беру и кладу ластиком. Далее вас бьём направо. Положил? Да. Положил. Карандаш. Против часовой стрелки. На угол альфа. Поверяйте. Нись. Да. Повернусь. Карандаш. Потихонечку убегайся. Карандаш. Против часовой стрелки. На угол гамма. Поверяйте. Нись. На угол бета. Поверяйте. Нись. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, куда он смотрит сейчас? Помните? Он был сюда. Он повернулся в точности на? Метки на три шестьдесят. Сто восемь.